Всем привет, вы на канале Девайс. Любителям посидеть за компьютером хотя бы раз был нужен хороший микрофон. Особенно такая необходимость возникла с переходом большого числа людей на домашний формат работы и обучения, где общение с теми же коллегами происходит онлайн. Также качественная запись звука нужна геймерам для общения с друзьями, стримерам или тем, кто занимается видеороликами или подкастами. Сегодня я подобрал для вас 7 лучших микрофонов для компьютеров. Модели охватывают широкий диапазон цен, так что смотрите ролик целиком, чтобы выбрать то, что подходит именно вам. Перед началом я скажу, что выбирал микрофоны только однонаправленного и всенаправленного типа, так как например двунаправленные версии нужны в большей степени для интервью. Для использования за компьютером в них нет смысла. Теперь можно переходить к самому ролику, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, кликнуть по колокольчику и обязательно оставляйте комментарии. Ссылки на все представленные модели как всегда в описании. Поехали! А начну я с устройства от молодой компании, специализирующейся на аудиотехнике. Пускай Maono и основана только в 2014 году, она уже успела неплохо показать себя, о чем говорят многочисленные отзывы со средним баллом под пятерку. Модель AU903S относится к верхней границе среднего ценового сегмента и отлично подойдет как для простого общения, так и стримерам или даже начинающим вокалистам. Конструкция на кронштейне позволяет освободить максимум места на столе и при этом разместить микрофон практически как угодно, ведь нога имеет сразу три точки перегиба. Крепление к столу прорезинено для поглощения вибраций. Также в комплекте производитель сразу кладет поп-фильтр и защиту от ветра. Корпус устройства выполнен из алюминия, так что прослужит он долго, а подключение по USB сделает использование микрофона еще удобнее. Диаграмма направленности переключаемая, то есть можно настроить захват как с одной, так и с двух сторон или вокруг микрофона. Еще на корпусе имеется регулятор чувствительности и кнопка отключения. Напоминаю, что у нас есть канал в Telegram, там много подборок различных гаджетов, сборок компьютеров и новостей из мира технологий. Подписывайтесь, ссылка в описании. Это самый бюджетный вариант в подборке. Он идеально подойдет для тех, кому нужна возможность базовой записи звука для видеоконференции по работе и учебе. Микрофона достаточно, чтобы собеседник смог разобрать вашу речь, а больше от него и не требуется. По сути, это петличка, но только на ножке. Даже принцип питания здесь такой же, как у переносных микрофонов. Весит устройство всего 50 граммов. С ножки его можно снять и временно убрать в ящик, чтобы не занимать лишнее место на столе. Подключается гаджет по стандартному мини-джеку и питается через него же. Круговая диаграмма направленности позволяет не заморачиваться по поводу расположения микрофона. С любой стороны, он пишет звук одинаково хорошо за свою цену. Еще одна ультрабюджетная, но более серьезная модель. На этот раз от Rhythmix. Этот настольный конденсаторный малыш имеет чуть более внушительные габариты, нежели предыдущее устройство из топа. Но он по-прежнему весит в районе 100 граммов и не занимает много места. Тренога, при помощи которой микрофон устанавливается на стол, легко снимается при необходимости. Качество записи вполне хватит для общения, простой записи роликов и подкастов начинающему контент-мейкеру или просто геймеру с наушниками без микрофона. На корпусе есть отдельный выключатель, что может быть очень удобно, когда быстро нужно отключить запись. Подключается и питается гаджет через обычный мини-джек. Диаграмма направленности круговая, поэтому если нужно, то можно записывать разговор нескольких собеседников одновременно с одинаковым качеством. Еще немного выше по ценовой категории находится добротный микрофон от Maono. Модель заметно проще, чем та, что открывает этот топ, но и разница в цене соответствующая. Этот микрофон располагается на простой подставке с тремя ножками без какой-либо точной регулировки. Тем не менее, качества записи звука хватит для подкастов или стримов. Звезд с неба гаджет не хватает, но слушать нерезкие звуки, записанные с его помощью, довольно приятно. При этом здесь сохранены такие достоинства старшей модели, как металлический корпус и подключение и питание через USB. А длинный кабель упростит размещение гаджета на столе. Плюс в комплекте есть защита от ветра. Микрофон однонаправленный, так что будет улавливать звук только с нужной стороны. Геймерам, например, это позволит полностью или хотя бы частично заглушить звуки от клавиатуры и мыши. Следующий на очереди стационарник от Rhythmix. Микрофон крепится на массивном кронштейне с трехточечной регулировкой положения. Благодаря этому он занимает минимум места на столе, но позволяет расположить устройство наиболее удобным для вас образом. Довольно широкий частотный диапазон можно использовать для различных задач, от простых бесед до стримов и записи видео. На материалах корпуса производитель немного сэкономил, использовав пластик. Да, это не металл, но назвать его хрупким нельзя. Устройство надежно защищено от падений и случайных ударов. Зато на конечную стоимость это точно повлияло, причем в лучшую для покупателя сторону. Подключается микрофон через USB и вот здесь длины кабеля может хватить не всем. Однонаправленная диаграмма направленности позволяет не беспокоиться о записи посторонних звуков со всех сторон. Я также не забыл и о геймерах, которые любят яркий дизайн и подсветку, поэтому взял в подборку крутой микрофон от HyperX. Назвать его бюджетным уж никак нельзя, но своих денег гаджет точно стоит. Устанавливается он на стол, ножка не очень большая, так что места занимает мало, но при этом упасть микрофону она не позволяет. Корпус изготовлен из металла и выполнен в фирменной черно-красной расцветке. Подключается микрофон по привычному USB и вот с этого момента начинаются приятные особенности, которые выделяют модель на фоне остальных. Во-первых, длина кабеля аж 3 метра, этого хватит любому пользователю в домашних условиях. Во-вторых, на самом микрофоне есть разъем миниджек 3,5 миллиметра, то есть к нему можно подключить наушники, чтобы не тянуть еще один провод к компьютеру, например. В-третьих, в корпус микрофона встроена подсветка красного цвета, она сигнализирует о том, пишет ли гаджет звук в данный момент. На верхнем торце корпуса есть сенсорная панель, при помощи которой легким касанием можно быстро прервать запись. С противоположной стороны расположилась крутилка чувствительности устройства. Но самое интересное, на мой взгляд, это переключаемый тип диаграммы направленности. Можно настроить прием со всех сторон, с двух противоположных или с одной, как в однонаправленных моделях. В общем, этот микрофон можно использовать буквально для любых целей. А вот и младший брат предыдущего хайпера. Он ощутимо проще и меньше, но и по цене куда более доступный. Хотя в одном этот малыш точно выигрывает. Разъем подключения на самом микрофоне, здесь USB Type-C, тогда как у Quadcast мини-USB порт. Понятное дело, что первый лучше по всем фронтам, уж не говоря о том, что второй почти нигде сегодня не используется. Многие остальные черты SoloCast перенял. Здесь тоже есть сенсорная кнопочка для выключения записи звука на верхнем торце и индикация имеется. Правда, светится не весь микрофон, а лишь небольшая лампочка на лицевой панели. А вот регулировки диаграммы нет, только одно направление. То же самое и с чувствительностью. Длина кабеля 2 метра, что все еще довольно много. Что касается внешнего вида, то мне больше нравится младшая модель. В ней сохранены элементы фирменного дизайна HyperX, но при этом они отлично сочетаются с минималистичностью. Также стоит отметить полную совместимость с консолями Sony текущего и прошлого поколения, а также с компьютерами от Apple. Что вы думаете по поводу получившегося рейтинга? Пользуетесь каким-нибудь из представленных микрофонов? Делитесь своими впечатлениями в комментариях. А на этом у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Еще раз напоминаю, что все ссылки на микрофоны из ролика находятся в описании. Всем удачи!